А перед тем, как мы начнём, хочу порекомендовать вам новую ММО-стратегию от наших отечественных разработчиков Starfall Online. В этой игре вы сможете создавать и совершенствовать собственный космический флот, исследовать галактику, воевать против других игроков и не только. Игра находится в разработке и доступ к ней бесплатный. Скачивай Starfall Online по ссылке в описании. Всем привет, микрофон Антик, мы продолжаем играть в Age of Wonders Planetfall, и сегодня, поскольку в сюжетной кампании нет абсолютно никакой сложности, даже на Эксперте, хотя, казалось бы, на Эксперте можно было и посложнее сделать, мы пойдём в новый сценарий. Это абсолютно свободный мир, который мы можем настроить под себя, ну и мы настроим его таким образом, чтобы было максимально сложно. Окей, у нас будет заражённый мир. Во-первых, это мир заражён ксено-чумой в результате секретных экспериментов. Количество игроков у нас будет, ну, штук 9, чтобы было тесновато. Единственное, что я размер планеты буду оставлять средним, чтобы слишком долго это всё не затягивалось. Так что уровень опасности планеты мы сделаем максимальным. Это у нас размеры, точнее, сила независимых отрядов и фракции неиграбельных персонажей. Далее, уровень противника у нас будет тоже очень высокий. Это у нас очень высокий искусственный интеллект. Самый сложный. В расширенных настройках мы уже видим, что все противники у нас очень высокая сложность. Максимальная. Далее, условия победы. Условия игры вообще, в принципе, да? Скорость игры будет высокая. Начальные риса будут очень маленькими. Начальная войска тоже слабая армия. Уровень опасности планеты максимальный. Да. Ну и вторжение фракции часто. Хорошо, имперское задание оставим, чтобы было поинтереснее, да? Счёт. Победу по счёту мы уберём. Это у нас условия победы совершенное оружие. То есть победы по технологиям, да? Ну-ка. В принципе, не буду менять. Короче говоря, все остальные победы я оставлю, кроме победы союзников. Это у нас по технологиям, по секретным. Далее это у нас дипломатия и по территориям. Вот так вот. Ну и тут всё тоже оставим. Максимальное количество героев нам слишком много их не надо иметь. Хотя можно, в принципе, чуть побольше сделать, да? Ну и самое главное, выбор главнокомандующего. Играть мы будем за Кирко. Заодно и познакомимся с этой фракцией. Потому что я с ней точно ещё не знаком. Сейчас посмотрим, кого мы выберем. Давайте настроим нашего главнокомандующего. Секретной технологией у нас будет ксеногенеты. Ксеночума распространяется внеземным паразитом с высокой степенью приспособляемости. Она может быть использована для создания биооружия и суперсолдата. Также для искусственной эволюции населения планеты. Получают и улучшают особые отряды после боя. Лечат и усиливают биовойска. Применяют заразное биооружие. Наносят биохимический и кинетический урон. Я думаю, подойдёт. Далее, значит, в качестве пороков мы уже брали клептоманию. Сегодня хочу взять упрямство. Потому что упрямство повышает сопротивляемость и эффектам различным. Сокращение расходов. Вы уменьшили финансирование научного подразделения, сократив количество ячеек знаний в ваших колониях на 10%. Ну, я думаю, не так будет страшно. Зато будет у нас невосприимчивость. Вы обучили свою армию сопротивляться изменениям так же, как это делаете вы. Вы и армия под вашим командованием получают плюс 2 к сопротивляемости эффектам. Далее, значит, штурмовый транспорт. Возьмём, потому что мы его тоже ещё не видели. Это у нас штурмовый транспорт именно Керко. Однажды вы чуть не погибли в тяжёлом сражении, где вашу жизнь спас маленький выскочка. Похоже, он вырос и превратился в пришедшего из бездны. С тех пор вы были неразлучными друзьями. Вы обладаете следующими навыками управления. Так, командир управляет базовыми средствами передвижения. Далее, жизненная стойкость 1 и 2. Повышение здоровья. Далее, пришедшие из бездны. Это у нас как раз транспорт с мощными биохимическими орудиями и одной модификацией. И камень несогласия наносит. Псианический урон по области. Далее, значит, военное подразделение. У нас большая начальная армия. Сейчас посмотрим. По-моему, тут толковых-то и нет. Так, 2 доп. населения колонии. Это фигня. Давайте-ка мы тогда не будем брать военное подразделение. Возьмём лучше что-нибудь типа без поставок вообще. И возьмём здоровое воспитание. Это у нас... Вы с малых лет знали, что в этой вселенной побеждают только сильнейшие, а слабаки долго не живут. Военная карьера лишь укрепила вас в этом убеждении. Специалист по вооружению. Стоимость исследования вооружения ниже на 25%. И без пощады. Ну, в общем-то, в какой-то степени будет нивелировать, да, у нас недостаток знаний от упрямства. Ну и самое главное, без пощады. Один раз за ход, уничтожив отряд в бою, ваш главнокомандующий мгновенно восстанавливает все очки действия. Думаю, это будет прикольно. Ну и всё, в принципе, можно начинать. Да, к своей игре надо выбрать какой-то толковый символ достойный. Так, давайте выберу я вот этот вот. Похож он на стеносов очень. И всё, да. Всё вроде правильно настроил. Больше ничего такого тут и не выберешь. Ну-ка, подожди-ка. Так, это, по-моему, для мультиплеера. То есть у нас тут, видите, режим ходов могут быть и одновременные ходы. Но для нас это не очень-то интересно, да. Далее в планете. Настройки планеты, они такие, как по умолчанию для вот этого мира. Но я бы хотел сделать побольше находок. У врагов тоже будет много находок. Дороги, ничего написано. Может быть, стоит сделать хотя бы чуть-чуть. Дороги какие-то, чтобы были. Ну и всё остальное оставим как есть. Мало вулканов, да? Ну, видимо, такая планета. Погнали. Мир тебе оглашатый Роя, освобождённых Кирко. Я не знаю, какие эмоции вы, инсектоиды, способны испытывать, но могу сказать, что гнев и жажда мести не приведут вас к спасению. Прободившая ваш род Империя лежит в руинах, а вы вновь обрели свободу. В жизни ничто не случайно. Строите новое будущее, позаботьтесь о прошлом. Пусть ваш Рой несёт свет в этот мир. Понеслась. Видите, у нас вода 41%. То есть, надеюсь, мы в этой игре как-то воду будем осваивать. Слушайте, не такой уж и чумной этот мир, как я ожидал. Возникает вопрос, ту ли планету я выбрал? Так, Айва. Посадка прошла успешно, главнокомандующий. По нашим данным, эта планета была площадкой для интенсивных экспериментов ксеногенатов до того, как произошла стихийная вспышка. На планету был наложен карантин, а граждане Звездного Союза покинули её. Понятно. Наши сканеры определили, что очаг вспышки мог находиться в комплексе, спрятанном глубоко в грибных лесах планеты. Если мы получим контроль над комплексом, это даст нам массу информации о технологиях ксеногенатов и о том, что могло вызвать вспышку. Главнокомандующий. Это, видимо, имперские квесты или что-то такое, да? Хотя я, в общем-то... Наши ксеновцы не в империи состоят. Очаг вспышки. Так. Айва полагает, что выявление очага вспышки позволит нам получить доступ к мощным технологиям ксеногенатов. Мы ищем тайный комплекс, спрятанный где-то в грибном лесу. Ну что ж, интересно, поищем. Поищем. Походу дела так, это средний мир, что ли, такой? Ну-ка, подожди-ка. Вот у нас граница планеты, тут да. В принципе, слушайте, так уж и... Или такая же планета, как в этом? Ну, в принципе, ладно, нормально. Неважно, на самом деле, какая планета, какой у нее размер. Дело не в размере. Это наша вся армия, которая есть. Это у нас парочка воинов всего лишь. О, слушайте, надо будет советы отключить, да? Можешь секунду. Так, параметры, значит, интерфейс мира. Вот они, подсказки. Без советов. Окей. Далее, значит, у нас свет фракции очень даже подстать, так скажем, да? Две пищи в этой зоне, одна энергия и одно производство. Ладно, давайте пока знакомиться с нашими сеносами, пришедшие из бездны. Вот такой у нас транспорт. Интересный. Так, это у нас магазин. Мы пока покупать ничего не можем, потому что у нас мало космита. Поэтому мы повременим. Это у нас камни несогласия. Что-то вроде гранат, да? Так, ну и в качестве артефакта ускоренное лечение. Этот ряд получает эффект регенерации каждый ход во время боя. Этот ряд лечится на 15% от максимального хп и восстанавливает все хп в начале хода своего главнокомандующего на стратегической карте. Прикольно. То есть в бою всего лишь 15%. 15% это мало, на самом деле. Учитывая, что у нас всего лишь... А, нет, слушай, не мало. 75 хп. Очень огонь. Так, ну, отряд у нас маленький. Это у нас керку спрятавшиеся. Что-то вроде дальнобойных отрядов, да? С винтовками. Мои рабочие жуки какие-то дефективные. Спрятавшиеся керку шмыгают по плантации, крылья закрывают их словно плащи. У жека роботов нет интеллекта. Или есть? Макс, что за Макс? Макс говорил, что видел одного на расчищенном участке, оттуда он шмыгнул на кукурузное поле. Макс утверждает, что у них есть оружие. Как такое может быть? Все наши ружья на учете. Макс думает, они вырастили собственные. Нелепость. Чего им надо? Мы кормим робожиков по инструкции. Вчера Макс исчез в густом тумане. А теперь вот робожуки не работают. Так, я подаю жалобу. Я требую компенсации. Директор колонии Борвин Помперфлаунс. Аномалии приграничных областей Звездного Альянса. Так. Понятно, короче, вырастили свои ружья. Любопытно. Далее у нас керку обезумевшая. Это как раз отряды ближнего боя. Но несмотря на то, что у нас отряды ближнего боя, у них все равно есть скиллы, которые в дальнем бою работают. Без этого никак. Элементарно хотя бы потому, что, например, отряды ближнего боя не могут летающие отряды поразить. Поэтому какие-то дальнобольные скиды должны быть. Мы обезумевшие. Нас называют рабочими инструментами. Но наши когти жаждут рвать плоть. Мы работаем на нашу глупую мать. Мы не они. Мы будем работать, пока не вернется наша исчезнувшая королева. Она взывает к нам из пустоты. Они думают, что она мертва. Плодородное изобилие земли прокормит тех из нас, кто слаб духом. В истинном роем мы сильнее всех. Мы преследуем свою забытую цель. Мы боремся с теми, кто изгнал нашу королеву. Мы слишком долго работали на них. Теперь мы боремся против них. Они ждут сладкого нектара. Мы угостим их желчью. Мы обезумевшие. Сообщения повторяются. Понятно. Так, ну и еще один трет у нас. Керка высвобожденная. Экспедиция продвинулась без единой задержки. Пока с воздуха вереницу машин не засек крылатый жук Керку. Первым мы без проблем подстрелили на лету. Капитан, не слушая моих возражений, решил, что мы сможем и дальше двигаться незамеченными. Но тут они налетели тучей. Вокруг нас были десятки целей. Их чуждые инсектоидные разумы довели на наше сознание. И целиться было почти невозможно. Люди в панике удирали. Не разбирая дороги. Я выжил по единственной причине. Я пробил головой ящик для боеприпасов. И он защитил меня. Защитил меня как шлем. Ясно. Так, у них атака кинетикой плюс биологическое оружие, да, у всех. Тут у нас псионика. Ясно, тут биохимическое оружие. Ну что, можно начинать, в принципе. В городе мы первой постройкой делаем что? Учитывая, что у нас две пищи и очень мало производства, мы должны сделать фабрику репликатор. Так, репликатор пошел. В принципе, у нас рост населения и так должен быть довольно-таки быстрый за счет того, что у кирка... За счет того, что у кирка он так быстрый. По истории, по крайней мере, по лору. Все, давайте подумаем теперь, куда будем идти в первую очередь. В принципе, тут 440, да? Тут уже 440 и тут у нас 440. Я думаю, что сюда вот в первую очередь затонувшая трясина. Так, пища сверху, слева внизу производства. Придется, наверное, минералы в первую очередь захватывать, хотя... С этими ребятами придется сражаться, потому что мы пока не сможем их убедить. Убеждения нет. Главное в чем. Тут уже одна пища, да? И две энергии. Ладно, пошли качаться пока. Вот сюда. И против нас в этом бою два отряда наземных. И два отряда летающих. Что плохо, потому что у меня не все отряда могут летающих поразить. С этими ребятами мы уже встречались. У них только ближний бой. Кинетиком. Дальше людоеды у нас прыгают. Тоже ближний бой. Дикий клево-ноук. Тоже ближний бой. Ясно. Ладно, что, будем приманивать их тогда главнокомандующим. Вот у них такая дальность путешествия туда, дальность перемещения. Тоже лучше сюда привернуться. И встать в защиту. Отряды ближнего бой будут прикрывать. Так, куда? За щитом. Снайперы имеют сильную атаку на 16. Псионики только 3 очка действуют. То есть им нужно удобную позицию занять. Лучше, наверное, подальше, да? Куда-нибудь сюда вот. И в овервотч. Все, отряды ближнего боя сюда. Тут еще, видите, взрывоопасные есть контейнеры. Так, пока стойте. Ну и летающий отряд у нас будет, наверное, с птерами разбираться. Давайте снайперов прикроем, пока вот сюда поставим их. Да, стоп. Все, конец хода. В принципе, бой будет простой у них. Мощи отряда меньше. Так, ближний бой сработал. Еще и снайперы. Снайперы добили. Неплохо сушки сработали. Так, ладно, можно ускорить. Тогда чуток. 40%, 55%. Давайте, полите. Добьете? Давайте, добивайте. Тут, значит, мы можем, во-первых, опять же, плевок. Камни и согласие, гранаты пока не будем применять. Восковой цемент. Тут 18 урона, тут у нас 14 урона. Но будет еще поволока. Так, ну-ка. Я хочу просто узнать, что такое поволока. Всем же интересно, правильно? А, там еще эти не умерли, что ли? Блин, я что-то не рассмотрел. Думал, я их добил уже. Так, а отряд не может действовать или перемещаться. Понятно. О, слушайте, это классно на самом деле поволока. Я даже не ожидал, что она такая хорошая. Ладно, у нас ХП, в принципе, восстанавливает главнокомандующие, так что не страшно. Ну и отряды будут плеваться пока что. Можем по летающему отряду зарядить. Это же урон такой себе. У нас пике, видимо. Черт, слушайте. Не слабая такой пике. Я бы сказал, крутой пике. Так, ну-ка, может быть у нас... Нет, не убьют. Забивайте. Хорош. Ну и остался, застрялся по волоку. И, в принципе, его будет просто добить. Я думаю, что легкий урон. Неполное попадание. Так, нет, у меня еще нельзя сходили, да? В ближний мой, наверное, не буду стремиться. А что мне там делать? Реген работает и хорошо. Так, за окном у меня дождь, за окном гроза, так что если вы услышите лишние шумы, не обращайте внимания. Все. Уничтожили. Так, повышение сработало. Так, а у меня у командира-то ведь нет очков все еще, да? Надо ждать. Припасы. Короче говоря, видимо, мне после вот этой фабрики придется ставить отомное производство кирка высвобожденных, чтобы собирать нишкики по карте. Очаг вспышки. Ну, правильно, это я уже видел. Требуется указание. Я думаю, на этих придется сразу напасть. Крушитель. Неплохие такие собачки. Шли пока сюда. Так, ну и у нас тут победа-единство. Надо заключить альянс с другими фракциями. Следуйте расцвет нового союза. Это технология, видимо, да? Далее, значит, превосходство. Сколько нужно территории? Захвачена областей одна из шести. Если, да, ваше место первое из девяти. Такие совместно. Так, и у него совершенное оружие. Штамм Омега. Угу, это у нас секретная тихия. Ну, пока у нас на втором ходу только у нас будут технологии, так что ждем. Так, ну что ж, тут различные ништяки, модификации на плавление брони. Причем эффект, я думаю, что в первую очередь стоит изучить. Далее, значит, освобожденное, это у нас для стрелков модификация, плюс, опять же, снятие брони, когти. Альтернатива вот этому, видимо, кислотному составу. Так, на 100% наносим урона от всех особенностей. Ага, больше урона. Ну ладно, давайте тогда так вот сделаем, в очередь поставим. Ну и в общественных техах я нашел очень такую полезную штуку, как доктрину на плюс к пище вырабатываемой, так что мечусь я между колонизатором и пищей. Давайте, наверное, пока колонизатор. Потом пищу. Как-то так. Все, дальше мы идем воевать с этими ребятами. У нас более-менее восстановились отряды. Ручной режим. Ммм, это мы на гнездо напали опять, да? Какая-то взрывчатка вроде была. Подождите-ка, или мне показалось? Нет, показалось, видимо. Плевок желчью и дикий вкус. Так, заразный укус и внезапный скачок. Ясно. Ясно, понятно, но все, ребят, с вами близко подходить, так что без разницы, кто к нам подойдет, мы к ним или они к нам. Конечно, лучше уж, уж лучше вы к нам. Да, далековато бегут. Так, снайперы, надо бы их туда как обычно подальше засунуть. Блин, слушайте, гребаный дождь. Столько шума создает, приходится ставить на паузу, чтобы на запись это не попадало. Так, ладно. Ждем. Не, хотя бы не, короче, подходить. Видимо, опять придется приманку делать, да? Ладно, давайте приманку сделаем. Вот так вот, к примеру. Оставим опять же рядом вот этих вот бойцов. Вот. Плюс раевого щита, конечно, в том, что рядом ставишь, и они защищают друг друга, а минус в том, что атаки по области, опять же, по всем отрядам сразу же попадут. Но в то же время мы и лечить будем тоже всех параллельно. На стратегической карте там то есть реген работает параллельно же. Так, ладно. Имеется в виду у всех сразу. Вот. Так что мы заинтересованы в том, чтобы все отряды немного страдали, чем какой-то один. Да, не слабо. Все, теперь надо думать. Редкая желчь. Ни черта не видно, да, с этими. Так, у тебя же это есть. Ко мне не согласен, например, да? Вот так вот можно бахнуть. Ударышок. Давай бахнем. Атаки не получится, потому что они меня ударят, если я попытаюсь отойти. Так, ну давай тогда добивай, что ли. Типа, братку пойдут. Так, вот эта тварь у нас без этого. Остается без повреждений, к сожалению. Так, ну они тут вроде как противники должны. Их встретят ведь, да? Хотя, опять же, очки уже потрачены. Вряд ли встретят там. Куда-то они побежали. Чтоб поплевать. Так, сначала надо летающим походить. Чего за проблемы с уделением-то? Ну, в общем, минус в том игры, что действительно никакой сложности нет, даже на Эксперте. Вот при максимальной грозе, видите, отряды не особо-то сильные на карте. Хотя мы могли сделать, в принципе, хотя бы равные по мощи, по мощи армии, или лучше сильнее. Было бы интереснее стартовать. Ну, а пока непонятно. Может быть, тут искусственный интеллект, то есть соперники нам будут доставлять неудобства, но пока их встретишь, это пройдет много времени. Пусковая установка Инферно. Устрел из РПГ, тяжелые раны. Так, принять. Ты вообще можешь это экипировать-то? В принципе, ко мне не согласен, мне как бы устраивают, но... С другой стороны... Это только для героя модификация, причем. А, второй герой будет, подумаем. Можно было, в принципе, разобрать, да, на энергию пустить. Так, окей. Пока у нас нет... Никакого юнита придется руками собирать. Плюс к пищам. Я думаю, либо идти все-таки на юг, либо продолжать тут исследовать. Карты у нас больше-то на север, ведь тут уже граница близко. Я не могу понять, она больше все-таки? А, по-моему, чуть больше, да, чем первая миссия в компании за авангард. Ладно, посмотрим. Командующий у нас получил навыки, сейчас я их почитаю. Так, тут довольно-таки интересные скиллы для ближнего боя есть. Вот в ближнем бою атаки этого отряда дает ему способность буйства, добавляющую плюс 10% к урону. В ближнем бою за каждую успешную атаку у ближнего боя эффект суммировается, причем длится два хода. Так, быстрое движение у нас, герой может двигаться настолько быстро, это только для... Подожди-ка, в ближнем бою атаки этого отряда. То есть у нас, по сути, для героя это бесполезно, правда, потому что у героя только дальнобойные атаки есть. Вот, это минус, опять же. Но если бы был у нас герой ближнего боя, то было бы интереснее. Так, ладно, тогда я возьму, наверное, злобу роя. Соседние отряды с эффектом «Роевой щит» наносят плюс 20% больше урона всеми способностями. То есть надо вокруг героя ставить отряды и бахать ими в ближнем бою. Получается, у нас герой всегда будет приманкой. Вот так вот, да? Ну, или самоотверженная жертва. Так, установить связь, это берет урон на себя. Ну, или можно просто пехотного командира взять. Просто все легкие наземные отряды в армии героя на 10% доп. урона получают без того, что стоят близко. Вот что-то пока не знаю. Давайте злобу рою пока возьмем. Там посмотрим. Так, первую область можно присоединить. Вот мы как раз и присоединим. Жаль, только нету. И можно для интереса подраться, да? 740 тут. Ну что? А у нас в чем? У нас 515. Нет. Надо прокачаться тогда чуть-чуть. Ну, опять же, это у нас неиграбельные персонажи. Они нам будут давать квесты. Скорее всего. Поэтому стоит ли их уничтожать? Это вопрос. Но, опять же, как я говорил, учитывая, что у нас больше нет никаких армий равных или больших по силе, то ради интереса можно и подраться. Так, пошли, короче, захватывать. В качестве провинции присоединяем. Так, про это я не почитал. Заброшенная электростанция. Там у нас энергия просто, да? Понятно. Там бонус к захвату вроде должен быть, или я посещал уже, не помню. Вроде посещал. Так, ладно. Энергия у нас будет. Теперь у нас летающий юнит делается. После летающего юнита, я думаю, стоит еще одних обезумевших сделать. Потом уже можно что-нибудь из инфраструктуры делать. Будет. Но, скорее всего, будем улучшать провинцию. Так, летающий, давай отряд. О, парагоны. Приветствуем, сектор Аксато. Склонитесь перед могучими парагонами, наследниками великого и благородного звездного союза. Нам, избранникам самого императора, было суждено стать примером величия человеческой расы. В эти дни варварства парагоны последний оплот цивилизации в мире анархии. Сообщите нам свои намерения. Так. Помощь. Ну, войну мы в любой момент можем начать. Так что давайте пробуем попросить помощь. Может, у них... Какие-то хорошие квесты дадут. В принципе, нам ресы будут не лишними, да? Может быть, за эти ресы мы их как раз и прогоним потом за убеждение, вот когда оно накопится. Так, ну, а я иду за очками науки. Нет, это не очки науки, это у нас сведения о ближайших областях. Повторяю, что с гор нет доп. обзора какого-то. Так, плюс 5 пищи, да? Ну-ка. Тут интересно, область сушим. Так, ну и область мы будем разрабатывать как? Я думаю, стоит на науку все-таки разработать, а не на пищу. С пищей и так проблем быть не должно, поэтому исследовательский комплекс у нас пойдет. Так, подожди-ка, а вы что уже? Отряд ближнего, а нет, отряд ближнего боя еще будет. Чуть позже. А мы пошли по квесту. Кто у нас там? Понятно. Конструкты. Идентификация есть. У нас 25 уже, да? Так, далее, значит, у нас по очереди освобождение идет. С этим все хорошо. И пограничный объект, это у нас колонизатор. И в очереди у нас стоит уже воспитание. То бишь, доктрина на пищу. Да, я думаю, с пищей проблем вообще быть не должно. А мы двигаемся дальше. Так, по-моему, все-таки не будет нам ничего приносить вот эту область, пока мы область, точнее, сектор не захватим. Поэтому беспорядок бегать и захватывать. Правильно? Здесь во владении колонии, да, только во владении колонии. А мы продолжаем свой путь куда? На юг. Что-то такое раньше не видел. Станция телепортации. Угу, куда еще телепорты, как в героях меча и магии. Интересно. Ладно, пошли драться. 624, это уже армия помощнее, чем наша даже. Почти. Такая же по силе, короче. Пока что запланируем модификации. Такие из биохимического оружия заряжают красотой. Уже у меня биохимическое оружие как раз есть, да? Хотя это не совсем оружие, конечно. Не знаю, подействует ли. Но, скорее всего, должно подействовать. Может, иметь в виду просто биохимические атаки. Так, давайте попробуем подтвердить. Далее, значит, биохимическое оружие у нас больше ни у кого нет. А, мы сначала на героя протестируем, потом уже всем остальным примем. Если что, погнали. Пока, слушайте, живописная локация прям. У них, наверное, всех дальний бой. Сейчас вот поизучать. У этих точно дальний бой, это у нас агенты. как раз с индикато. Да, дальний бой. Псионикой бьют. Если я не ошибаюсь. А, нет, это электричество, а электричество, а не псионика. Ладно, все понятно. Дробевики, значит, да. Ну что же, сейчас попробуем как раз в ближний бой подойти со счетами со своими. Надо просто со всех ног бежать, причем не мешает еще и в укрытии остановиться. Тут уже, видите, у нас Overwatch сработает. да, непросто, непросто. Так, еще добросишь, нет? Не доплюнешь, нет, доплюнешь. 5% всего лишь. Такое себя. Так, тупик, что ли? Ладно, все пока в защитную позицию. Защита и уклонение. Так, ну-ка, давайте вот так вот попробуем. Может, они двинутся как-то туда-сюда. Промах, отлично. Хороший вплотную, серьезно. Это не зря. Так, ну и конструктор, как обычно, создают отряды. Да, эта битва будет непростой, чувствуем. Ммм, 45%, но больше у нас выбора нет особо. Так, 10, тут у нас что, 20. Тяжелая рана вдобавок. Не, бесполезно. Давайте плеваться. Только, опять, своих задену, нет? Нет, это не лужа. Влево я не могу. Встать, придется отсюда бить. Так, ну и наступать будем все вместе, пока ломиться вперед не стоит. Так, у Overwatch уже не стоит. Это замечательно. Видимо, это как раз отряд заточен на рукопашине больше. Раз они так поступают. Ну да, у них же меч, точно. Острый металл. Когти. Так, неплохо. Может быть, тогда вот этих жуков сразу же сюда? Нам вот этого сборщика убить? Промок, черт, поберем. 52%. Ну, получше, чем 30, так что давайте шмаляйтем. У меня еще и кровотечение, блин. О, похоже, у нас вот. Сейчас ребята разберут. Ай-яй. От кровотечения, скорее всего, погибнут, да? Полечить-то я никак не могу, ведь? Черт, обидно. Обидно, один отряд уже потеряю тогда, получается. Меткая желчь. Так, смотря, может тоннель рыть. Так, докуда? Так. Оп, и я уже на месте. Неплохо, слушайте. Заканчиваем ход. Смотрим, выжил ли отряд. Ну, либо выжил. Да, опасные игры, слушайте. Подумайте о детях, выполнено. Ладно, что, давайте пока повыполняем их приказы, точнее, квесты. Потом уже будем прогонять, видимо, мирно. Ну, и пособираем, конечно же, мишки Ким. 18 науки. Так, у нас что такое? Стадионы Аркадии. Что за Аркадий? Здравствуйте, меня зовут Аркадий. Так, плюс два довольства. Все ясно. Удастся, какие новые объекты на каждой планете. Хранилище ДНК. Плюс пять к пище. На 50% опыта получены посетившим отрядов в следующем бою. Уж неплохо, неплохо. У нас такое было что-нибудь, нет? Нет. Да, странно, слушайте, я заселение сделал в 9 раз, но никого пока особо не встретил. Только вот этих неиграбельных персонажей кто-то выполнил строителем. Ладно, я за этими ачивками особо не гонюсь. Как же все прикольно, но... Так, ладно, давайте тогда вместе будем посещать. Баф на опыт получен. Мне придется какое-то количество ходов полечиться. Лучше бы, конечно, на своей территории, но... Чуть-то далековато. Уже ушел, будем по... Тогда по окружности, да? По спирали. Изучать окрестности. Чтобы, если что, вернуться в срочном порядке в портал. Полточина, я пока вступать не хочу. Ну-ка, может, с ними поговорить? Может, какие-нибудь новые квесты дадут? Нет. Торговля пока тоже неуместна. Слишком мало резов у меня. Тут рез охраняется. Ну и наш новый боец идет к основным войскам. Ну все, пошло у нас в улучшение области. Это у нас уже исследовательский комплекс. Дальше надо что-то придумать уже будет. Так, плюс довольство. Довольство у нас уже по нулям, так что... Так, а что еще дает довольство? Больше ничего. Что там двигается? Итак, модификации для стреляющих отрядов плюс модификации для ближнего боя. Слушайте, у меня космита нет вообще вблизи-то, да? Только тут вот, слишком далеко. И тут вот, в эту сторону надо расширяться. Соответственно, колония... Колония как раз сюда вот и пойдет, скорее всего, в эту область. Так что, наверное, колонизатор тоже надо будет запланировать. Подожди, а где колонизатор? Скопление райов. А, надо построить сначала. Нет, колонизатор он вот в этой закладке. Причем стоит 30 космита. Бляха. Вот думаю, что лучше-то колонию все-таки, или... Не, наверное, лучше колонию, чтобы больше было космита, а потом уже... Хотя, опять же, блин, надо... 1140 армия. Ммм. Может быть, я погорячился, да? Что? Все просто. Чем дальше от базы, тем... Мощнее и армии. Короче, мы не скоро еще их разберем, поэтому космит мне инсветит. Соответственно, тратим его на улучшение отрядов. Так, во-первых, доктрины мне нужно еще продумать. Что у нас там? Так, под боем... А, общее видение. Так, ну ладно, давайте пока вклад в будущее. Подготовим. Все оказалось не так просто. Так, улучшение колонии на 50% от прироста еды. В производстве идет вклад в будущее. Это у нас доход всех колоний вырастает на 20%. Ну и доктрина на опыт в бою. Пошли исследовать, какие у нас там интересные техи еще есть. Значит, в военном плане мы изучим зарождение штамма альфа. Это у нас модификация на сопротивляемость плюс ХП. И еще тактическая операция будет доступна. Я думаю, что тактическая операция нам не помешает. В боях это раз. Ну и потом в регенерацию пойдем и выйдем в штурмовиков. Это у нас уже ранг второй бойцы. Так, а дальше в общественном плане мы изучим развитие исследований, чтобы апнуть наши области, производящие науку. Пока что у нас область одна, но она, в общем-то, и единственная. Так что выбора тут нет. Пока, наверное, все, да? Ну и потом надо в разведку идти вот в эффективность операции, чтобы было больше очков тактики. В боях это нам пригодится. Ладно, 724 у нас пока что мощь отряда. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше, но куда? Пока непонятно. Так, здесь у нас ремонт. Но ремонт нам не нужен. Так, стоп, что тут у нас? Сейчас показания. А вот и гости. Это уже вторжение нитравов, видимо. У нас еще особое ополчение-то интересно, что нет. Интересно, что нет. Ну что, приятное знакомство с дворами у нас состоялось. Так, 50 довольств будет. Переговоры, заявления. Пока ничего не будем делать. Просто поздоровались. Так, а где это мы их встретили-то? Тут что ли? Что-то я их особо-то не вижу. А, вот, наверное, да, граница области. Точно. Да, близко, слушайте, близко очень враги там. Ну, еще, видимо, вот она сложность-то, когда нападают на нас всякие нейтралы. Причем, 600 мощь армии тут у нас 672. Не слабые такие, да? Интересно, интересно. Возможно, это прохождение у нас будет состоять только из двух эпизодов. Вот будет смеху-то, да? Так, что-нибудь захватили или нет? Это все еще моя станция. Да, принадлежит нам. Так, это уже тактическая операция. Очередь у нас поставлена. Все хорошо. Парагоны что-то опять хотят. Протезы. 10 ходов. Давайте что возьмем? Убеждения лишним не будет. Так, слушайте, когда-то у нас на 8 колонистах уже скоро сможем присоединить еще одну область через 3 хода. И вот этих ребят прогнать, я надеюсь, получится. Да. Интересно, что они не нападают на наши колонии почему-то пока что. Хотя вроде как должны. Так, ну-ка. Улучшает ополчение колонии самое время этим заняться. Так, защитные тролльки. Ну-ка, защитные тролльки. Ну и нападаем. Вот пока что этих мы завалим. Доктрина принята. Вторжение, владение, сломшая трясина. Ага. Это мы уже все видели. Короче говоря, видимо, если они встанут там, вот в этой области, то уже не будет приносить энергию, а пока что. Очень такое открытое пространство. Итак, против нас, значит, гнойники. Чумные капсулы бросают в цель чумные капсулы. У нас есть биохимический урон. Короче говоря, гранаты. Скачок и укус. Далее, крышители у нас укус, плевок и капсулы. Понятно. Гнойник, разрыв. Сам уничтожается на себя всем урону в соседних клетках. Тут, наверное, как там дальним боем уничтожать, но у меня дальнего боя маловато. Наверное, стоит еще одну все-таки. Еще один отряд дальнего боя взять. Ладно, посмотрим. Так, спрятавшиеся. Короче говоря, я подумал, что можно, в принципе, как-то нам подходить по двое. То есть, не всей кучей. Сразу же по два отряда приближаться, чтобы сразу всех-то не закидывали АОЕ обилдами. Я думаю, что это будет разумно. Так, подходим ближе. Они же в первый ход-то не дойдут. Штурмовики пойдут пока сюда. Ну и по левому флангу у нас два отряда спрятавшиеся. Пока что будет. Собаки приближаются. Эти пока не спешат. Ну, это хорошо, что они разделились на самом деле. Так будет чуточку проще. 5% маловато. В общем, 5% всего лишь. Непонятно. А, наверное, из-за этого укрытия, но... Из-за дальности. Так, ну а как-то вот этих ребят спровоцировать? Чтобы они вышли поближе. 5% Бесполезно, по-моему, плеваться. Пока в защиту встанем. Ммм, 95%-то неплохо. Или подождать? Пойдем-ка, подождем. Подождем с этим скиллом. Вот так вот встанем пока что. 35% неплохо. Ну, и эти два отряда у нас пойдут вперед. Вот на этих ребят нападать. Ладно, поставим вместе. Пофигу на укрытие. Я придется эту тварь все-таки в рукопашную бить, да? Иначе никак не получится. Хоть пошли гранаты. Там еще и вирусы, паразиты. Откладываются. Минус мораль, минус 2 сопротивляемости. Так, ну че? Заплевать-то ее вариант вообще, нет? Нет, не убьем мы ее. Плевками там. Бляха, еще и промах. Вообще огонь. Видимо, дизмораль сработала, да? Черт, обидно. 45-16. Так, давайте-ка мы АОЕшкой попробуем лупануть. Отлично, шок. Шок это хорошо, особенно если не у меня. Ну-ка, че у нас на пираты говорят, вся 2%. И так, сойдет. Все, хорош. Сейчас затащим. 12-5. Так, че у меня там еще по атаке-то? Она ведь не атакует сама по себе. Че, она может вот этих тогда завалить? Легкий урон. Так, в рукопашу я пока не полезу. 72%. Все нормально. И добиваем тогда. Ну, все, в принципе, заканчиваем бой. Только не буду, наверное, я подставляться. Разбег в разные стороны. Эх, черт, не повезло. Так, у нас тоже, наверное, не доплюмешь. Пока постоим. Тебе может подкоп сделать, да? И в упор нагнуть. Нет, не сможет. Тут 3 очка хода. Пока стоим тогда. Ждем. 5 процентов, да что можно делать там? Ну-ка, тут тоже 5 процентов, да? 15. Всего хорош. Слушайте, бочки без потерь. ХП-то, да? Так, главное, еще одна тварь осталась, которая тут гуляет. Это уже чуть посильнее. Причем таких я еще не видел. Обращенный. Обезумевшая. Так, нападать можно прямо сейчас. Давайте. Попытаем счастья. Итак, против нас все отряды наземные. Это радует. Причем они сами подходят. Обращенное, значит, копье душ псионика. Пустой разум еще накладывают поглощающий взгляд. Ну-ка, подожди-ка. У нас 1 очка действий, да? У нас 3 очка действий. Ясно. Ну и эти отряды у нас уже в армии, в принципе, есть. Так, подожди-ка. Я что-то неправильно делаю. Нет, у них все по одной по 1 очку действий кастовицам. Просто надо выяснять еще какие билки сколько стоят, чтобы иметь какой-то кругозор, во-первых. Во-вторых, чтобы знать, накладывать или шок имеет ли смысл. Так, ну ладно, их надо опять же провоцировать, чтобы они поближе подошли. Как мы это будем делать? Конечно же, главнокомандующим пока что. Так, это у нас ближний бой. Далее, значит, вас по флангу надо послать. Да, сюда давайте. Рожь. Не действует. Хорошая сопротивляемость у нашего главнокомандующего. Так, и два отряда поразили, да? Нормально, вот по этим бы... Хотя... В принципе, можно и так вот сделать. Да, давайте. Пахнем. Если повезет, эти два отряда мы уничтожим в первый ход, но это только если повезет. 95%. Ну давай. Так, ну-ка, плевок-то у нас подойдет. Плевок такой себе. Придется в рукопашную идти. Давай. Так, не добили, да? Черт. Мне придется плевать. Но вот эти ребята все равно на свете не доходят, так что... Так, я вот думаю, опять же, как поставить, чтобы троих сразу не накрыло. Ну вот, удар сверху. Но вот эти два стрелка, конечно, останутся. Это беда. Так, тут полной защиты нет нигде. Тут есть полная защита, но могут со фланга зайти. Это значит, что? Значит, надо осторожнее быть. Не знаю, будут ли они подходить. Пока вот сюда приду. Все, встали. Встали, ждем. У командующего уже пол хп осталось. Ну че, я думаю, что подкоп будет самое то в этой ситуации. Так, а свалга. Далее подбегаем и лупим. Так, подбегаем и лупим, но... Я думаю, сначала поплюнуть, или вообще не плевать. Да, как бы мы не подбежали, все, атака с фланга. Это замечательно. Нет, все равно не доплевываю. Отлично. Буйство, кстати, игре. Надо поизучать. Подожди, на кого нам... На меня, что ли? Быстро, это отряд в полу-быстро носят увеличенную урону в ближнем бою. Отлично. Все понятно. Ладно, давайте вот этот добьем, раз он тут остался жив. И остается только один враг. Хорошо. Вот такая, блин, война. Герой, надо маленько прилечиться. Пока я не забыл, давайте-ка мы уберем вот эту модификацию и вообще продать-то ее нельзя, ведь, да? Так, ксена, паразит. Плюс сопротивляемость, плюс хп. Это у нас к точности баф. В принципе, я думаю, имеет смысл. Ну и пока что ксена, паразиты тоже экипируем. Так, очки навыков. Подумаю, короче говоря, что прокачать. Ладно, на этом, я думаю, мы эпизод первый закончим. Пишите, что вы думаете насчет игры на максимальной сложности. Интересно вам это или не очень? Спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось и вы ждете продолжения по этой игре на канале. С вами был Антик. Всем удачки. Всем пока.